История этого переезда началась в октябре прошлого года, когда закончился договор об аренде помещений на Яблочково, где последние годы и размещались городские беспризорные животные. Освободить территорию нужно было срочно, а идти с огромным количеством собак было некуда. Помощь пришла от главного управления ветеринарии. Его начальник Михаил Балакин предложил Марине Селезневой и ее подопечным помещение, которое построено для содержания свиней в случае ЧАЭС, но по назначению так и не пригодилось. Вернее, пригодилось в другой чрезвычайной ситуации и стало уютным домом для 136 собак. В нем уже были вот эти металлические отсеки, только пруты были гораздо шире, и не было подведено никаких коммуникаций. То есть в теории когда-то они здесь были, но когда мы пришли, здесь просто были крыши, стены и немного отсеков. И мы посмотрели и поняли, что да, здесь есть куда расти, здесь есть развиваться, можно развиваться. Есть очень много территории, есть помещения рядом, которые тоже впоследствии можно использовать. Хотя переезд был сложным, он проходил с радостью. Ведь на прошлой территории приюту пришлось выдержать немало испытаний. Во время ливня в июне затопило гаражи с собаками и пришлось экстренно эвакуировать животных ночью. Потом сломались холодильники, где хранилась еда. Да и места было откровенно недостаточно. Здесь есть где погулять, здесь есть где укрыться. Помимо вольеров есть всегда отсек, из которого они могут выйти погулять днем, и есть еще улица. То есть, конечно, здесь комфортнее. И эта территория чем хороша? Если там все было сконцентрировано в одном гараже, там и сидели сотрудники, и мыли руки, и содержались стационарные животные. Здесь у каждого есть свое место. Сейчас первый этап переезда завершен. Проведен субботник, чтобы подготовить ангар ко второму этапу – постройки теплого дома, кухни и задней площадки для выгула собак. Мы приехали первый раз. Я списалась с Мариной, директором приюта. Нужна ли какая-то ручная помощь, именно рабочий труд? Марина сказала, что экстренно необходимы руки рабочие для того, чтобы освободить пространство, чтобы началась стройка. И вот будем помогать собирать кухню, на которой будет готовиться пища для животных. На этом развитие приюта для собак не закончится. Подчеркнул первый заместитель начальника главного управления ветеринарии по Рязанской области Сергей Макаров. В планах на этом не останавливаться. Введение Рязанской областной ветеринарной станции. Есть территории, неплохие помещения, которые муниципальные учреждения города Рязани в ближайшем будущем может осваивать и продолжить работу животных без владельцев. Животные – братья наши меньшие. Оставшись без хозяина на улице, они не могут помочь себе. И важно помнить, что это может сделать только человек. Анастасия Адмитриев, Телекомпания «Город».